Суть этого видео в том, что я должен всегда выигрывать. Друзья, каждый из вас может наверняка показать пару-тройку, а то и четверку способов раскрыть и пройти закрытый гард. Но давайте себе признаемся, сколько из них действительно работает на практике. Более того, каждый из синих пурпурных поясов своим ученикам, а они часто проводят тренировки, вот эти самые ребята синие и пурпурные пояса часто тренируют детей, и своим ученикам показывают ровно то, что им показывали и ровно так, как они сами это поняли. Но есть нюансы. В какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что классика не работает. Вот эти вот олдскульные классические проходы гарда, закрытого гарда, не работают. И это ложные ощущения. Частенько мы просто не запоминаем или не понимаем несколько важных ключевых деталей. Коль скоро мы заговорили о классике, давайте еще один классический способ прохода гарда. Проход гарда вставанием. Да, тоже все знают, все умеют. Ну как, все умеют. Как минимум пробовали. Итак, что нам говорят делать, когда мы встаем? Взять руку, заблокировать ее таким вот образом, встать с той ноги, где это можно делать, подняться на вторую ногу, и что делать дальше? Опять же, стаскивать ногу здесь. Да, но лучше, конечно, вот здесь. Проблема в том, что часто это не работает. Саша прекрасно себя чувствует. Более того, начинает мне, да, что-то тянуть. Здесь сложно. Здесь, скорее всего, ее вытянуть. Это, Саша, так, от безысходности. Итак, встаем, взяли его ручку, встаем. Ах, ну я забыл, учат вот так взять ручку, встать, встать и начинать открывать. Ну, Саша подлазит под мою ногу, да, вот тут, и начинается всякое говно. И гарды там, вот это вот все. Ай-яй-яй, ой, ешеньки. Я хочу действительно убрать Сашину руку здесь, прям в карман ему туда, и поставить свою ногу здесь. Кейгардов сейчас нет никаких, и Саше не очень удобно. Поэтому раскрыть здесь его ножки вообще не представляет никаких сложностей. Итак, да, я здесь борюсь с Сашей за захват, мы здесь боремся, боремся. Взял его ручку, прибил прям вот сюда. Может быть, даже помогаю второй рукой забрать его вторую руку. Прибил его вот сюда. Прямо разворачиваю его таз. Он сейчас не лежит на полу. Лежит, не лежит. И отсюда я встаю. Видите, какая история? В опасности ли моя рука? Могут подумать, вау, вам оплата. Саша, сделай вам оплату. Саша, сделай вам оплату. Еще разочек. Раз. Прямо вдавливаю туда. Весь вес мой здесь подкрутил. И теперь спокойненько снимаю. Дальше. Руку плотненько к своему корпусу. И вуаля. Как минимум, закрытого гарда нет. Ну, потом. Но это в разделе премиум. 2.0. Сюда. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Вот сюда. Возьмите двумя руками, не постесняйтесь. Раз. Выпрямились. Убрали. Здесь. Там скручивается так, что у меня ощущение, что я сейчас вот здесь вот так вот пополам сломаюсь. Потому что, ну, типа, рука там и вот. Ты это пишешь, я надеюсь? Да. И ногой, таз подкручивается очень сильно. Типа, ну, если я буду держать, то я точно спину сломаю. Поэтому я даже не могу держать, я опускаю. Александр, вам нравятся техники? Да, мне очень нравится. Чувствуется, что классика начинает работать. Если классика не работает, значит, вы что-то в ней недопоняли. Или делаете в ней нарочно что-то неправильно. Как там у Роджера Грейси? Джиу-джитсу совершенно. Это люди дебилы. А, не, не так. Это люди совершают ошибки. В общем, вы поняли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»